Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы с вами продолжаем играть в Trader Life Simulator. У нас уже 12-я серия, если я не ошибаюсь, и в этой серии мы обещались, я обещал точнее, купить эспрессо-машину, которая стоит, если мне не изменяет память, целых 600 долларов, да. Всё верно, так, на что там жалуются? Нет арбузов, нет арбузов, потому что я их не купил, нет мытья рук. О, вот это вот уже плохо, то есть нам нужно потратить 600 долларов, во-первых, надо сейчас скинуть, пойти 50 долларов на зарплату нашему сотруднику, потому что он работать у нас бесплатно не будет, и, конечно же, поэтому ему нужны деньги, нужны деньги на нашем банковском счёте. То, что я не могу бежать, это ясно, это я знаю. Спасибо вам за то, что вы подписываетесь, спасибо за лайки, комментарии и за всё-всё-всё, за всё, за то, что вы для меня делаете. То есть мне очень приятно ваша активность, всем спасибо. И хочу сказать следующее. Я подумал и решил, что самые лучшие комментарии будут у меня в концовке видео. То есть в конце видео я буду публиковать самые интересные комментарии на свой взгляд. И будут они публиковаться, знаешь как? То есть ты написал, если в этом видео, то есть в комментарии к этому видео, то через видео появится уже видео с твоим комментарием. Возможно, если ты написал хороший комментарий, а если написал плохой комментарий, то чё ж ты хочешь-то? Конечно же ничего не появится. Вот. Чё-то не написали, сколько я собрал. Это очень странно. Вот. Так что пиши комментарий, пиши хороший комментарий, пиши красивый комментарий, и ты будешь в видео. Но если ты напишешь вообще отличный комментарий, то можешь даже попасть в начало видео, да. Чтобы я тебя даже отмечу. Отмечу, и ты будешь у меня тут светиться, так сказать, в описании к видео. Да. Такое тоже может быть. Редко, но может. Так. Значит, что мы делаем сейчас? У нас уже как бы хватает денег на эспрессо-машину. Но покупать мы её пока что не будем, ввиду бессмысленности сей покупки в самом начале игры и покупки в нули. То есть в нули я выходить не хочу. Значит, нужно сначала прикупить, что-то затариться, так скажем. Куки-файлы, например, вот эти вот купить. Нужно купить сахарку, собачий хавчик нужно купить. Вот эти клубничные печенюхи надо купить. Молоко шоколадное, смотрю, заканчивается. Блин, много всего заканчивается. Нет мытья рук. Как бы нам намекнули на то, что уже как бы плохо, и это ей нужно купить бы. Это очень интересно. Так, арбуз, нет мытья рук. Ну, давай, сейчас вот этот вот товарищ покупает, и мы едем затариваться. Собачью жрачку. Сахарок. Сахарок не очень нужен, но ладно. Может быть, если у нас останутся деньги, мы его купим. Кофе. Кофе, печенье. Это запомнить просто. Печенье клубничное и собачья еда. Тоже просто. Кукурузу. Кукурузу. Томатную пасту. Я думаю, нужно купить. Чипсы Эр у меня есть, кола есть, апельсины есть. Митья рук нет. А, и умягчить или нет. И шоколадного молока уже маловато. Ладно, погнали, пока... Так. Продашь что-нибудь? Продаст. Смотри, сейчас денежку получим. Всё, и погнали затариваться. И хочу посмотреть, сколько у меня бензина. К привычке зашёл сюда, потому что оставляю машину всегда здесь. Но в этот раз я что-то перепутал и поехал с другой стороны. 11% у нас газа, и... Это грустно. Это грустно, потому что придётся сейчас тратиться на заправку. Не прям сейчас, но... Я, по-моему, считал тут по проценту туда-обратно. То есть 2% сейчас мы потратим. И нам хватит где-то дня на два, наверное, этой... Этого топлива. А потом, если мы пропустим какой-то момент, или у нас не будет денег, мы будем заправлять через телефон, потому что мы не сможем доехать до заправки. Такие вот суровые правила игры. Очень обидно, что нельзя заправлять какое-то определённое количество бензина. То есть это очень неправдоподобно. Я как бы не хочу полный бак заправлять. Зачем мне полный бак? Я понимаю, ещё масло заменить нельзя частично. Ой, зачем я так встал? Если я всегда на капот залезаю. Вот сюда вот так вот встаём. И стоим. Масло половину нельзя заменить. Я понимаю ещё, но когда ты справиться хочешь на половинку бака, то здесь не вижу никакой проблемы добавить именно эту функцию. Матерук. Матерук мы покупаем. Матерук мы купили. Яблок у нас мало. То есть мы их тоже должны купить. И должны купить умягчитель. Должны купить умягчитель. И шоколадное молоко. Шоколадного молока также у нас маловато. Ну что такое? Ну, крутись. Вот сюда. Мясо продали. 62 доллара. То есть уже хорошо. Уже продажи идут. Спрей давай купим тоже, потому что он нам нужен. На что там жаловались? Нет арабуза и нет... И нет матья рук. Нет матья рук. Не было матья рук. Мы что хотели? Собачий корм, печенье и... Печенье вот эти. Кофе. Собачий корм. Собачья еда очень нужна, потому что они вроде как бы... Ее покупают достаточно часто. Да и не вижу в этом проблемы, то что она не такая дорогая. Уж это не мясо тебе покупать. 500 долларов отдавать сразу. Тут 46. Корм для животных, но почему-то здесь написано... Мокрая собачья еда и нарисована собака. Вот это вот какая-то странность. И да, кстати, если сохраниться и выйти из игры, ты все равно начинаешь из дома. Хотя я сохранился, вышел из игры в магазине и почему-то... Почему-то оказался дома. Не знаю, как по количеству денег, было ли у меня больше денег или нет, но... То, что дома я оказался, это факт. Факт. Шоколадное молоко, клубничное печенье, спрей, корм для животных, монтиру, кофе. Значит, что нам еще нужно? Еще нам нужен... А я обычный спрей купил или очищающий? Подожди, посмотрим, давай. Давай посмотрим мытье рук. Где он тут есть, шоколадное молоко? Обычный спрей я купил. Купим сейчас очищающий. Сейчас только я... И все. И пойдем с очищающим спреем. Молоко если купили, давай купим еще молока. Не знаю, может быть оно у меня толп, конечно, есть в этом... На складе. Но у меня... Если не изменять память... Она не может изменять. У меня ее... Его нет. Ну, даже если будет еще одна коробка молока, знаешь, ящик очень молока. От этого не сильно будет. Сладкой кукурузы у нас тоже нет. Сладкую кукурузу мы тоже сейчас прикупили. Чтобы было разнообразие в нашем магазине. Томатной пасты, по-моему, тоже у нас не было. И гороха. Гороха, по-моему, нет. Или оливок. Чего-то зеленого, короче, у нас нет. Ой. Молока уже две штуки продали. Поэтому я хочу, наверное... Шоколада мало. И пшеничного печенья, я думаю, тоже у нас нет. Хотя... А, вот этого печенья у нас нет. Сой, а может я его уже купил? А я даже не удивлюсь, если я его купил. Потому что я уже забыл, что купил, что не купил. Кофе, молоко, очищающий спрей, клубничное печенье, салат кукуруза. Куки-файлы. Куки-файлы, это вот они. Нет, не покупал, смотри-ка. Молодец какой я, да? Вспомнил. Вспомнил про печеньюшки. Чего нам еще нужно было? Еще нам что-то наверняка нужно было. Только бы вот вспомнить, что... Хм-хм-хм-хм. Чего у нас нет? Средства для чистки унитазов у нас есть? А, умягчитель. Подожди, умягчитель. Покупал или нет? Потому что он дорогой, я не хочу лишний раз покупать. Я так понимаю, нет, не покупал. А то получится как с чипсами. Три пачки чипсов каким-то образом я купил вместо... Ой, вместо двух. Ты голоден, ты не можешь бежать. Ну и ничего страшного. Поехали. Не буду больше ничего покупать. Сто восемь долларов у нас осталось. И думаю, что эспрессо-машину мы купим в этой серии. Потому что я не вижу как таковых минусов. Ой, не то чтобы минусов, а причин. Не купите их. Их уже. Все, заговорился. Не купить эту эспрессо-машину. Ведь деньги у нас есть. И прибыль стабильная. Получается, у нас сейчас будет возможность ее прикупить. Я думаю, даже на следующий... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Поворачивай. Да, кстати, я забыл, что я не разговариваю во время поездок. Вырезаю эти поездки. Но ничего страшного. В этот раз мы поговорим и не будем вырезать. Надеюсь, они не будут, не перестанут подходить к торговым аппаратам, если я здесь припарковываюсь. Ну, что такое-то? Ой, возьмись. Вот и посчитай, сколько коробок я за раз привез. Да, как правильно написал человек, там, ну, типа, это формальность. Вот этот автомобиль, он чисто для красоты и для логики. Но, как таковой логики в этой игре нет. И мы собрали аж 13 ящиков на одной маленькой машине. Сладкой кукурузы. Блин, бобы. А, бобов много. В целом-то... А, оливки тоже есть, наверное. А есть ли они, эти оливки, у нас на складе? Если нет, то это грустно, мы их не купили. Сладкая кукуруза вот сюда. Чтобы было ясно, ставлю вот сюда. То вон туда. Умягчитель вон туда сразу расставим, чтобы... Ну, что такое? Человек один написал, что это боль для глаз. Постой, купи себе полок. Ну, извини, конечно, дружище, но полки сейчас вообще крайне бесполезный аксессуар для моего магазина. Ввиду того, что это трата какая-то. Трата без увеличения прибыли. Вот, видишь? Все. 502 доллара наподавал. Трата без увеличения прибыли. То бишь, я не затариваюсь на эти деньги. На деньги, которые потрачу на стол. На полку какую-нибудь, на красивую. Да, это будет красиво, да, это будет радовать глаз. Конечно же, я тоже хочу, чтобы у меня было все красиво в этом магазине. Но, пойми меня правильно, не вижу смысла тратить на все это деньги, хотя бы потому что это не повлечет за собой никаких плюсов, кроме эстетики какой-либо. Не будет прибыли от этого, понимаешь? Я кофемашину купил, кофемашина приносит деньги. Кофемашина приносит деньги. С помощью этой кофемашины я смогу заработать больше денег и купить еще больше. А с помощью стола я ничего не смогу купить. Да я знаю, что оплачивать нужно счета за электричество с помощью ноутбука, но ты понимаешь, я иду же. Я же голодный, я иду медленно. Если я иду медленно, значит нужно немножечко потерпеть оплатить счет за электричество. Молодец. Вот. И как бы... Ой, что я сделал? Очищающий спрей. Понимаешь, я с радостью куплю, когда у меня будут деньги лишние. И когда у меня будут деньги на это все... Просто, знаешь, они будут сыпаться с небес. Так сказать, когда мы купим все с вами улучшения, тогда можно будет уже заняться обустройством каким-то магазина. То есть наставить здесь полок, наставить здесь всяких этих приблуд, которые будут эстетически привлекательно выглядеть. Но пока... Пока нет. Пока... Пока еще это не имеет никакого смысла. Практически пользы какой-то не имеет. Кешью. Так, а что это было? Спрей, спрей. Спрей поставим вон туда. Умягчитель поставим. Кстати, умягчитель тоже продали. Так, тихо. Ну, встань ты. На коробку встань. Дурилкин ты. Вот. Про микрофон я уже говорил. Смысла микрофона нет. Никакого пока что. Пока что... Трата это такая, знаешь, она... Необоснованная будет. Я, конечно, понимаю, что звук будет лучше, звук будет чище, звук будет еще там... Ну, не знаю, короче, плюсов много очень в этом покупке, но... Когда вот вас будет побольше, когда на меня подпишется больше людей, когда на меня подпишется там, не знаю, тысячи три, хотя бы четыре, тогда, может быть, да, тогда я потрачусь на этот микрофон и будет тогда счастье всем. А пока что, пока что нет, извини, дружище, нет. Микрофон я не куплю. Потому что... Потому что, ну, эта трата большая, и она должна быть на перспективу, а не просто так. Это, знаешь, я говорю, если бы он стоил бы тысячи две, тогда бы я, может быть, еще прикупил, типа, как фон. Вот я взял, докупил себе. Не парился. А вот и то я думал, долго нужен он мне вообще или нет. Но я потом подумал, что он, типа, покрасивее будет все-таки, и поэтому купил. А микрофон... Нет, микрофон, прости, пожалуйста, но нет. Там есть ссылочка такая в описании под видео. Ты можешь на нее кликнуть, посмотреть там, что написано. И помочь, так скажем, начинающим. А если нет, то подожди. Если нет, то извиняй, конечно, потерпи. И думаю, что с этого микрофона тоже достаточно неплохой звук, потому что... Потому что это хорошие наушники, хороший микрофон у них, и... Ну, в целом... Я не вижу в нем минусов, ввиду того, что он... Только немножечко тихий. Как вот пишите вы, что его тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, тихо, да, что ж я могу поделать? Я выкручиваю громкость на компьютере, если то он шумит. Много шума постороннего. А так, в целом, он хороший. Я просто выкручивал минуса его, чтобы он не шумел. Но так как он плохо слышно, я решил сейчас его выкрутить. И да, есть какой-то шум сейчас на видео, но... Он не такой критичный, его не особо сильно слышно на фоне звуков из игры. Вот. Что-то я разговорился. Разговорился, а мы уже тем временем на расставляли уже почти весь товар. Ну, как почти весь? Почти всю химию мы расставили. Молоко еще надо с шоколадным молоком расставить, и будет вообще все хорошо. Подожди, вот это вот надо подальше поставить. Ну, угу. Я хочу в три ряда поставить это все, чтобы... Ой, как далеко можно поставить. А, здесь нельзя, потому что здесь... Понял, все. Да, я стараюсь выпускать по одному видео в день, это прям 100%, и по два видео в день, когда это возможно. Вот в субботу было аж целых три видео. Как написал один человек ударным темпом. Да, я постарался три видоса выпустить, это прям было тяжело, я умотался весь, я не знаю, прям тяжело это было все записать, но... Но вполне возможно, знаешь, когда есть время какое-то, то я с радостью буду записывать хоть три, хоть четыре видео. Ну, четыре чисто физически не вывезу я. Четыре видео. Четыре видео это тяжело в день. Тем более, прям каждый день. Каждый день четыре видео, это нереально. Если бы я не работал, может быть, да. Может быть, было бы. А так... Так нет. Так мне тоже кушать хочется, поэтому... Поэтому пока что по одному-два видео в день. Да? Вот. Магазин становится более прибыльным. Он становится более оборотным. Он становится более, как сказать, популярным, можно так сказать. Меньше жалоб на него, меньше... Меньше минусов, больше плюсов у него, короче. И приносит он прибыли, ого-го, сколько. Что-то там написали про три ряда в комментариях. Типа, есть какой-то баг, если ты их в три ряда ставишь, там меньше покупают. Но как-то я этого не сильно заметил, потому что вот на этом столе всегда в три ряда стоит все. И вроде как бы все покупалось всегда. Пока не замечал такого. Конечно, вот эти вот печенюшки не покупаются, но... Хотя, почему не покупаются? Кукурузные хлопья вроде как бы только кончились недавно. Я их закупил недавно совсем. Вот. Расставили товар клубничного печенья. Сейчас наставим еще. И перейдем к кукурузе. Мне кажется, он еще на долларов на 300 напродавал. Потому что там прям идет и идет, идет и идет продажа. Прям вообще, по-моему, ни одной жалобы не было. Сахар не купил. Вот это вот досада, конечно. Да, досада. Забыл про сахар. Но ничего страшного, я его куплю в следующий заход. Что? А, куки-файлы продались. Вот, смотри, куки-файлы продались. Почему-то прям посередине. Он, скорее всего, там прям рандомом берет реально. И даже не задумывается о том, какая ближе, какая дальше там. И просто покупается какой-то, пропадает и все. Блин, 10 долларов, 8 долларов, все там. Яблоки почти закончились. Смотри-ка. Яблоки-то популярностью пользуются. Ну, блин, неплохо, неплохо. Сейчас эспрессо-машину купим. И заживем. Заживем, как раньше не заживали. Угу. А ты что думал? Ты даже не думай. Мы, блин, сейчас так разовьемся, что вам не горюй. Так, к фейку, к фейку надо расставить. Кофеек, к феек. Вот сюда вот ставим. Ночь наступила. Мы расставляем товар. Потом едем домой. Моемся. Бреемся там. Умываемся как следует. И готовимся к следующему рабочему дню. И хочу попробовать все-таки, если... Я опять забыл посмотреть. Открыт магазин ли? По-моему, да. По-моему, он открывается. То есть, если он просто реально открывается, то есть, самостоятельно, когда его не закрываешь, то есть, он не закрывается ночью, то это хорошо. Это хорошо и не радовать не может. Бобы. Бобы это здорово и очень классно. Но, по-моему, у меня их нет на складе. Но мы сейчас это проверим. Мы сейчас это обязательно проверим. Если у меня их не будет, то мне придется ехать в магазин уже и покупать тогда это все дело. Посмотрим сейчас, сколько у нас было жалоб. Томатная паста. Давай поставим еще одну томатную пасту. А куда ее поставить, если у меня все занято? Ну, ладно, поставим ее вот сюда, вот, типа... Что это такое? Ох, господи. Ну, поставься ты. Все. Берем коробку. Идем. Ну, кстати, свет не горит здесь и не тратится. А почему я 150 долларов каждые три дня плачу? Не знаю, 50 долларов в день за свет. Это 50 на 70. Тоже 3,5 тысячи рублей. 3,5 тысячи рублей в день за свет. Так, то нет. Чипсы, чипсы. Чипсы стоят пока еще. Чай, яйца, бобы. Ой, бобы. Кола, чипсы, чипсы, рис. Нет, бобов у меня нет. Есть баклажаны. Кстати, баклажанов у меня... Баклажанов-то у меня нет. По-моему, не стоят они у меня на полках. Или стоят? Нет, не стоят. Ты представляешь? А куда я дел? А, в руке у меня. Потерялся. Баклажанов-то нет. Надо взять, купить оливок, баклажанов и бобов. Оливки, баклажаны и бобы. Это необходимые для нас консервы. По крайней мере, потому что они отсутствуют. Они очень необходимы. Да что такое-то? Ну, почему ты не можешь поставиться-то ровно? Все. Отличненько. Давайте соберем прибыль. 420 долларов. И может быть, тогда... И может быть, тогда купим с тобой... Сразу... Сразу... Сохранимся. Обязательно сохранимся. И купим эспрессо-машину. Да, давай эспрессо-машину. Купим. И может быть, тогда... Тогда... Купим подставку для сэндвича обязательно в этой серии. Хотя, хрен его знает, как получится. Мужик, ты здесь мучаешься, стоишь. 9%. Мучается, стоит. Ночью. Никто же тебя не купит ничего. Ночью. Здесь же ночью вообще никто не ходит. Кроме вот... Хотя тут вообще реально никого нет ночью. Ночью все гопники ложатся спать. И вот мы приехали к дому. К нашему вот этому вот... Чудесному второму дому, точнее. И... Как мы видим... То ли продавец, то ли кто-то еще... Закрывает наш магазин. Каждый раз, когда мы ложимся спать. То есть ты засыпаешь... Магазин твой закрывают. Кешью мне нужно. И... По-моему, у меня должен быть кешью. Но я вижу здесь только томатную пасту, чай, яйца, колу, чипсы R. Вот чипсы R мне нужны. Молока. Молока у нас много в целом-то. В целом-то много. И... Чипсы R нам... Жизнь... Спасут сейчас. По крайней мере, жалоб уменьшилось количество. Ну, смотри. Ну, смотри. Ткань продал. И уже у меня 46 долларов. Плюсом. Я заехал на заправку и посмотрел, сколько мне стоит будет заправиться. 279 долларов. И это очень много. Очень много. Давай вот это вот. Чтобы вот так вот заскринилось. Вообще отлично будет. Что-то написано-то. Осторожно. Кракет скречит... Болл. Чё-то горячо, холодно. Ой, нет. Фуннель контент сарихот. Прочитай entire operating manual перед использованием этого продукта. Фалюр компании риска инжури. Я так понимаю, что эта компания риска не несет ответственности за тебя, если с тобой что-то случится. И так-то, так-то, сяк-то, сяк-то. Можешь прочитать. Это что-то редюс за риска электрическим ударом. И не выключай открывать или открывай защиту. Не используй... А, неремонтоспособные запчасти внутри. Авторизированные сервисы. Только. Disconnect power before servicing. Логично, что ты будешь disconnect power before servicing. Потому что если ты не disconnect power, то тебе это шок электрисити и всё. И как хочешь, так живи после этого. Тунец, томатный па... Блин, кешью, кешью. Я ещё раз прошёлся, посмотрел, кешью нет. Ни хрена кешью у меня. Обидно, что кешью нет. Ведь он... Что ж такое-то? Что ты делать будешь? А ведь я же покупал кешью. Целую карабенцию. А осталось всего три штучки. Четыре. Мало-мало-мало половин. Так, давай. Денюжку мне. Я пойду тебе на зарплату скину. Потом я еду... Куда я еду? У меня заправка сейчас закончится. И всё, бензин закончится. Пиши пропалый, я буду ходить пешком. Тут либо заправляться, либо... Это... Либо пожрать себе купить. Пожрать купить, конечно, будет дешевле. Но мне хватит этого всего на два дня. Блин, можешь пожрать всё-таки купить. Дружище, на тебе 50 долларов на зарплату. Ссуду брать я не хочу. По крайней мере сейчас. Потому что это не... Практично будет. Абсолютно хочу сказать. Нет никакой практичности в том, чтобы взять ссуду сейчас. И у меня нет никаких таких особых, как сказать, необходимых трат. Тем более в тысячу долларов. Которые бы помогли мне сейчас. Прям, не знаю. Прям очень сильно помогли. То бишь, скутер купить себе на ссуду, а потом платить 20 дней этот кредит. Нет. Уволите, не хочу. Взять кредит на второго кассира. Опять же, мне смысла пока в нём нет. Очень много продаётся и без второго кассира. То есть, время 10 часов он уже на 213 напродавал. То есть, за 2 часа. А работает он, как мы уже выяснили, 13 часов. В 6 раз больше. То бишь, он может выручку... Выручку. Около 1000 долларов. То есть, 900 где-то долларов он может спокойно выручить. Вот. В целом-то нужно просто сейчас подождать, пока он нас собирает... Напродаёт на 600 где-то. Чтобы мы сгоняли, заправились и закупились. На 700. Заправились, закупились. И потом будет красота. Потом мы купим себе эспрессо-машину. То есть, есть... А подожди. А, это эспрессо-машина-то и есть. Я же ведь уже купил её. Подставку для сэндвичей. Я чё-то вообще уже... Подставку для сэндвичей сюда поставим. И будет всё отлично. Хотя сколько она стоит? 650? 650. 650. Можно взять ссуду. Купить за 650 себе подставку для сэндвичей. И... И всё. Будет мне уроком это. Потому что не будет никакой пользы от этого всего. Можно заморочиться купить столов. Но опять же, это никакой практичности не несёт. Пользы никакой не принесёт. Потому что... Почему? Потому что это не приносит прибыли. Вот. Так и живём. Эспрессо-машина... Ой, 17 долларов приносит. То есть, если её будут использовать дважды. Дважды в день. То это 34 доллара. А это... 634 на... Ну... Как бы... 340 сзади. За 10 дней. За 15-16 дней она где-то окупается. И это неплохо. За 16 дней она, если окупится, то это вообще отлично. Нам не важно, через сколько она окупится. Приносит больше прибыли. То бишь... Для меня это самое главное. То есть, уже на 13 долларов, там на 17, на 18... Каждый вот этот вот аппарат приносит больше. И мне не придётся дольше копить на что-то. То есть, я, например, могу... Вот, если вот эта вот ерунда 13 приносит. Эта ерунда, там, не знаю, 15 приносит. А это уже почти 30. Вот это ещё там где-то уже полтинник получается. И вот это ещё там... Пусть там, ну, долларов 70. 80 где-то вот вместе с газетами приносит. 80 долларов в день. Они на дороге не валяются. Можно уже оплачивать зарплату сотруднику. И даже 30 остаётся. Понимаешь? 30 остаётся. Это, считаю, плюсом. Огромным плюсом. Если купить ещё сейчас подставку для бургеров. Или для чего там, для сэндвичей. И дисплей солнцезащитных очков. То мы сможем оплачивать электричество и зарплату каждый день. Только благодаря вот этим всем приблудам. Угу. Так что в этом есть польза. И есть профит. Вот во всех этих устройствах. Вот. Так вот и живём. Надеюсь, в следующее обновление в разработчики добавить хоть что-то интересное, хоть что-то полезное. Там, например, хотя бы какие-нибудь суды на большую сумму. Или там на... То есть, чтобы можно было выбирать, какой кредит тебе взять. Потому что, ну, например, мне вот нужно тысяч пять. Тысяч пять купить. Купить, чтобы можно было в полке в магазин товара. И заправиться. Починить машину. Будет красота. Или, например, второго кассира и закупиться. Второй кассир и закупаешься. И тогда у тебя будет вообще отлично всё. Потому что если будет второй кассир и огромная закупка, то прибыли в день будет много. Нет арбуза и большого растительного масла. Я его и не покупаю, потому что он сонос стоит, как чугунный мост. А вы его покупаете раз в неделю. Так, я уже могу купить подставку для сэндвича, но этого делать я не собираюсь, пока не появится у меня достаточно денег. Мне сейчас нужно 300 на заправку, 350 остается на закупку. Это мало. Нужно хотя бы 400 на закупку оставить, чтобы было какое-то количество определенных товаров. То есть нужно хотя бы 700-720 накопить и отправляться уже в в этот в магазин оптовый. и покупать покупать товары. Огурцы закончились. Вот это вот незадача. Обычно это масло заканчивается. Вот это вот уже плохо. И пшеничное печенье. А, пшеничное печенье. Подожди, а сколько? Я же его покупал, пшеничное печенье. Погоди. Было же недавно совсем. Я же его расставлял только сам. В какой? В той серии, по-моему, да? Наверное, я это делал. Да, скорее всего, в той серии. Еще бы я, наверное, посоветовал разработчику, хотя он не русскоязычный, поэтому я бы попросил на самом деле его сделать подобие каких-нибудь табличек, что ли. чтобы вот, например, можно было склад как-то сортировать. Не то, чтобы сортировать, а как-то упорядочить. Я бы написал здесь вот там яйца, не яйца. Потому что на коробках изображения нет. Ну, или хотя бы на коробках изображения сделать. Потому что мне, например, не ясно, что в этой коробке находится. Мне нужно подходить к каждой коробке по 150 раз смотреть. Так я захожу на склад, оглянулся, посмотрел, есть у меня там что-то или нет. И все. И с полной информацией о своих запасах иду дальше по своим делам. А то как-то все это... Ой, мужик. Ладно, 749, я думаю, нам хватит. И погнали мы. Так, подожди, погнали мы. Мы не погнали, мы едем... Ой, мы идем... Мы идем... Нам нужны оливки. Оливки. Горох у нас есть или нет? Я опять забыл. Пока никто не жалуется на что-то такое прям сверхъестественное. Оливки я покупал. Хер я не оливки покупал. Вот что я покупал. К голову мыть тоже нечем. Шампуня нет. Блин, почему-то мне кажется, что я как будто я вот вчера только вот покупал. Точнее, не то чтобы вчера, а вот прям вот в этой серии даже покупал. Шампунь разве нет? Или у меня же кукушка едет? Возможно, это так. А может, я не все коробки собрал с машины? Все вроде. Опять же, я забыл, что мне нужно купить. Нужно купить мне, значит, молоко есть, йогурты есть пока еще, колбаса вроде есть, кексы есть, шампунь. Шампунь нужно купить. Зубную пасту купить. Моющие средства. Шампунь, зубная паста, моющие средства. Огурцы. кешью, баклажаны. И в целом, если так подумать, то на... А, и масло с сахаром. Да, вот это вот будет вообще отлично. Погнали на заправку. И в магазин. Вот. Заправка вышла в 285 долларов. И я считаю, что это дорого очень за бензин или за газ, за чем он там ездит. Очень много. Так, моющие средства. Я забыл, что мне нужно было купить. По-моему, это было моющее средство. Так, но кешью, я точно помню, что нам нужно было. Так что, покупаем кешью. Кешью. В холодильник. Мне даже смотреть не нужно. Огурцы нам нужны были. Огурцы и вот баклажаны, если я не ошибаюсь, с оливками нам нужны. Баклажаны, оливки, горох. Все вот это вот нам нужно. Сахар и масло. Баклажаны, оливки, горох. Угу. Шампунь. Масло растительное. Сахарок. Обязательно, иначе быть не может. И, чтобы нам еще такого купить, чтобы, чтобы, чтобы вот печенье пшеничное надо купить. Зубная паста была нужна. Также нам нужны, наверное, макароны, но я пока еще не знаю, нужно нам их покупать сейчас или нет. Закуски у нас скончались. Закуски... Кстати, надо подойти к нему и сказать что-нибудь. Нет? Нет, не могу ничего ему сказать. Опять же, как мне сказали, что вот надо подойти к нему, там, договориться о чем-то, он тебе там расскажет, что-то, что-то, чему и почему. Но нет, нет, все бы так просто было бы. Подошел к нему, там договорился, и все, и все дела. Нет. Хрен, он тебе что даст договориться с ним? Он барыга, блин, ему не свойственно договариваться. Он здесь деньги зарабатывает. На таких, как мы с тобой, простых работягах, которые зарабатывают деньги на других таких простых работягах. Обычные спекулянты. Сидим, покупаем подешевле, продаем подороже, на эти деньги содержим наш магазин и выходим в ноль. Вот это развлекуха, вот это, блин, я понимаю бизнес. Профит от него, конечно, нулевой. Никакого нет. Вот это средство, если я не ошибаюсь, заканчивалось. Может быть, его тоже купить. Кукурузу я сладкой не купил, мы же кукурузу сладкой, да, кукурузу сладкой посадим, чтобы, ну, было чушь, чушь терять, ёлки-палки, мы же так-то купили всякую гавру на кучу просто, поэтому уж гулять так гулять, как говорится. Апельсинов можно купить, потому что апельсины у нас тоже заканчиваются, поэтому ещё бы нет. Шоколаду может купить ещё, но нет, мы в ноль, я не хочу вот так затариваться. Опа! Я смотрю, есть тут всё-таки ограничение по высоте, во сколько там есть ограничение по высоте, такое есть ограничение по высоте, понял, принял. Блин, чуть коробки не потерял, представляешь? Может я уже так не раз терял, поэтому и кажется, что я покупал, а на самом деле они просто потерялись где-нибудь. Нет? Мне вроде не оставил ничего. Вот, я надеюсь, ни одной коробки я не потерял по дороге, пока ехал. Я буду на это очень сильно надеяться, потому что будет очень обидно, если я потерял какую-то коробку, но тут вроде как бы они не отлипают, они просто там не закрепились ввиду того, что скорее всего есть какое-то ограничение по высоте, на которое они просто перестают там, как-то сказать, не знаю, держаться или что-то еще относиться к какому-то объекту. То есть есть здесь все-таки такая вот ерунда, но остальные вроде как не падают. С какой стороны это правильно? Я думаю, даже в грузовике, если сверху грузовика наложить, он просто не станет, как это сказать правильно, тоже их цеплять. потому что грузовик, наверное, высоту как раз вот в эту вот и если наложить выше, то он просто просто не повезет это все дело. Ой, положим давай огурцы вот сюда. Насколько ты тут напродавал? Давай, продавай и мы посмотрим прибыль нашу. Время уже 20.00. Смотри-ка, нормально он напродавал уже на 400 долларов и товара мы много уже притащили. То есть закупка у нас прошла успешно. Заправка, кстати, прошла 300 долларов мы на заправку потратили, следовательно, денег мы потратили много, очень много в этот раз, в этот день и все равно мы оказываемся в каком-никаком плюсе. То есть я сейчас собрал прибыли, как будто бы и не закупался, а закупка прошла и заправка прошла. И, блин, слушай, это все очень хорошо. Пока что мы в огромном плюсе. В огромном, в огромном плюсе. Оливки. Оливки поставим вот сюда и положим сверху баночку оливок, чтобы знать, что там находится. Апельсины. Апельсинов осталось хрен-то маленько, но мы не расстраиваемся. Две пачки у нас в этих, две коробочки апельсинов есть. Зубная паста у нас. Сколько осталось зубной пасты? А, не сколько зубной пасты? А, одна все-таки есть. Давай положим еще одну, чтобы было чего у нас крайне не хватало. Баклажан, сладкая кукуруза. Но это все вот отсюда. Кукуруза, кстати, сладкая у нас есть. Пшеничное печенье. Это вот эта вот синяя коробочка. Шампунь у нас остался. Один экземпляр. Но он у нас пока есть. Если сейчас шампунь продадут, то, соответственно, мы выложим еще. Горох тоже вот сюда. сахар вот сюда у нас остается еще. И кешью вот сюда. В целом, все, что мы купили, все есть у нас. В маленьких количествах, но есть. А сейчас у нас есть все это с запасом. С запасом. И это очень хорошо. Когда есть запас, это хорошо. Просто хорошо. Наложим сейчас кешью. Котиков вот этих вот наложим. Закончились наконец-то котики. Так, это некрасиво получается. Ёлки-палки. Все, он свисать будет. Но, ёлки зеленые. 598 долларов. Сколько стоит наша подставка для сэндвича? Там, по-моему, 650, да? 650. Ну, значит, мы в этой серии как раз-таки покупаем еще подставку для сэндвича и вообще у нас все огонь получается. Представляешь? А в следующей серии накупим как его называют? Чё накупим-то? Накупим чё-нибудь и будет счастье нам. Накупим подставку под очки солнцезащитные. Ой, чё такое? Что-то я какой-то лохматый весь сижу. Ужас какой. А купим очки солнцезащитные, вот эти вот подставки под солнцезащитные очки. И тогда, 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 что я хотел сказать? Тогда будем копить на второго кассира, потому что денег у нас будет уже неимоверно много. И после второго кассира будем копить на вот этот вот бизнес, который будет приносить нам по 150 долларов в день, как сказал один комментатор. Заодно и проверим правдивость его сломка. Может, я, конечно, уже у кого-то увидел, потому что я же не один и всё-таки снимаю это видео. Эту игру, точнее. Поэтому, поэтому, поэтому вот так вот. Да. Да. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ну, пусть ты класса-то нет. Всё. Наложили зубной пасты. Пойдём раскладывать горох. Горох. Сколько у нас? Горох у нас хрен да не... Ни хрена, маленько. Баклажаны. Баклажаны у нас вообще практически отсутствуют. Давай в самый угол поставим оливки. Оливки. Ой, блядь, не то нажимаю, ну что ж такое-то? Оливки бросим вот сюда. Бросим вот сюда, оливки, и бросим вот сюда. Так как нам позволяет игра залезать немножечко за пределы, как это называется, за текстуру, мы этим будем пользоваться. Будем пользоваться всем, что позволяет нам игра, кроме чит-энжена, поэтому... Потому что он нечестный. Я привык играть честно. Постоянно вот этот вот звук странный. Вот. То есть читаем и пользоваться пока не будем. Есть только вот эту вот бандурину, которая стоит 500 тысяч или 50 тысяч. Что-то там дорого, короче, что стоит. Вот это мы купим может быть с щитом, потому что докопить на это реально нереально. Это надо. Знаешь, сколько играть, сидеть? Столько времени нет. Тем более просто так сидеть и продавать. Это неинтересно. То есть это придумали для тех, кто, я не знаю, одержимых каких-то людей. я просто не из таких людей, которым нужно, не знаю, интересно задротить, сидеть в одной тоже. В одной тоже. Я хочу к какому-то логическому завершению прийти все-таки. Давай поставим вот сюда вот. Потому что, потому что, опять же, нам позволяет сделать эта игра. Соуса у нас маловато. Так, кукурузы сладкой осталось 8 штучек. Это много. Я хочу заметить, это очень много. Поэтому поставим это вот сюда. Апельсинки нам еще разложить вместе с маслом и сахаром будет вообще отлично. Горох. Горох мы вроде как разложили, но он просится еще. Варенье маловато у нас. Это тоже как бы не проблема. Мы его купим в следующий раз. Так как мы имеем уже 600 почти долларов, нам не помешает ничего купить вот утром подставку под сэндвичи и прибыль пойдет, просто польется ручьем. Хоть я в предыдущей серии говорил, что мы будем там в каждой серии по одному покупать, но ты видишь, прибыль идет, прибыль идет. Значит, мы будем покупать соответственно по ходу получения прибыли. А зачем тянуть? Зачем это все растягивать на 100 серий? Зачем это все делать? тоже не понимаю. Так, ставься давай. Она тут тоже возьмет, чтобы хотя бы примерно понимать, сколько, какое количество у нас находится сахара в магазине. Ты голоден, ты не можешь бежать. Я знаю, что я не могу бежать. Я уже дня три не ел. Или четыре, сколько там уже? Может, десять лет. так, апельсинки нужно положить. Пойдем, апельсинки бросим туда. Жаль, что магазин закрывается автоматически. Магазин закрывается автоматически и нет возможности оставить его открытым на ночь и уйти спать. Я бы с радостью его оставлял здесь как бы ну, что в этом такого-то ставить магазин открытым и уехать домой. Кто у меня что-то ворует здесь? Кому здесь что нужно-то? Кому в этом магазине что нужно? Я, конечно, понимаю, что у меня уже достаточно много продуктов, но все равно прибыли я все собираю, а еще зачем здесь что-то воровать? Что, кому-то бананы очень мои нужны? Да я не думаю. О, бананы кончились, смотри-ка. Так, ставить надо поперек. Хотя так помнуться апельсиной, но ничего страшного. Так, я собирал прибыль, уже нет? Да, собирал, смотри-ка. Пойдем, значит, мы домой. Домой пойдем. Дверь вот эту... Не, давай вот эту дверь тоже оставим открытой, посмотрим, закроется она ночью или нет. опять же хотелось бы увидеть в этом, в этой игре в каком-нибудь следующем обновлении какого-нибудь менеджера, я не знаю, или администратора этого магазина, чтобы он занимался выкладкой товара, например, или, не знаю, открытием магазина, хотя бы просто открытием магазина, или, не знаю, доплачивать 10 долларов вот этому товарищу, чтобы он открывал магазин по утрам. То есть, я не вижу в этом ничего сложного, я не вижу в этом ничего противоестественного, потому что он же здесь работает, почему я должен каждый раз открывать этот магазин? Почему я должен это делать? Почему я теряю свое время и теряю прибыль какую-то, допустим, аж небольшую, но теряю? Давай, пиликайся. Все, покупай. 627, нам нужно 650. Деньги на зарплату сотруднику есть, следовательно, мы можем потратиться в ноль и купить так скажем сразу подставку для сэндвичей в этой серии сразу же прям в нули, чтобы уйти и все. То есть, в этом нет никакой проблемы. Можно даже взять ссуду и купить подставку под очки. Сразу прям, но нет, этого делать я не буду, потому что это не имеет смысла. Макарошек у нас осталось 3 штуки и 3 яйца. Вот то, что 3 яйца остается, это очень плохо. 3 яйца и шоколада маловато. Масло купили. А моющие средства, которые я покупал в большой банке такой вот, типа вот, типа, а где они? Подожди, а где? или я не покупал? Чипсы, чипсы, тунец, сладкая кукуруза, горох, томатная паста, пшеничная печень, молоко, чай, яйца, кола, чипсы и рис. Ага, понятненько, нет у меня ничего. А я-то уж думал, что у меня есть все это. Давай следующий покупатель, приходи. Зарплата рабочего вычлась с нашего счета. 703 доллара. Покупаем подставку для сэндвичей. Остается у нас 53 доллара, которые мы можем кинуть на банковский счет, чтобы оплатить зарплату в следующий день. Это не подставка для сэндвичей, это гриль. Это гриль. Вот так оставим и будет хорошо. И вот так оставим. Вообще отлично. На этом, наверное, давайте прощаться. Да, сейчас я сохранюсь, чтобы не забыть это сделать. Сохранить игру. И всем спасибо за просмотр. Поставь лайк, подпишись, прокомментируй, поделись с друзьями. До встречи в новом видео, в новой серии. Пока.